Двигательная функция группов. Следующая группа функций – двигательная функция. Все на свете варианты активного движения вызывают сработитоу группов. А кто, кстати, понимает, сколько разных вариантов активного движения есть у живых существ. Вот у нас с вами привычное вам движение человеческого тела. Каким образом вызывают мышцы? Мышцы, работа мускулапула. Итак, первый тип активного движения – мышечное движение, работа мускулапула. Хорошо. А для получения потомства должен ли сперматозоид с яйцеклеткой? Да, у него жгутиковое движение. Ого! Жгутики и реснички. Да. Второй вариант активного движения, характерный для одноклеточных – жгутики и реснички. Амикоидная. И последний, третий – амикоидная. Совершенно верно. Образование лужноножек в севдоподии. И изменение геометрии тела перетекания. Как называется? От названия одноклеточных существ амебы движение будет называться амебоидная. Вот это основной тип движения. Ну и давайте, конечно, промышечное движение. Оно нам как-то ближе и роднее. А заодно там действительно очень красивая картина. Рукачеловек. Блечо, локтевое сустав, предплечье, лучезапярсный сустав. Разберем одно единственное очень простое движение. Сгибание руки в локте. То есть, вот это движение. Сгибание руки в локте. Сустав. Это место подвижного сочинения костей. То есть, там головки костей могут вот так проворачиваться друг по другу. Причем, там есть очень хорошая качественная смазка, которая многократно снижает трение. То есть, здесь у нас вот эти косточки могут проворачиваться. Вопрос. Сама к себе. Рука может прийти вот в такое движение? Не, не может. Почему? А действие сил тяжести куда направлено? Вниз. Вниз. Это уж скорее она вот так вот сама к себе может двинуться. А в общем, вверх никак сама. Всплывать рука не будет. Поэтому, вот это движение, которое нас интересует, может происходить только с затратом вашей энергии при работе мышицы. Кто понимает, как надо прикрепить мышцу к костям скелета, для того, чтобы она вызвала сгибание руки в локте? Скажите. Ага. Все славно, но ваши мышцы окажутся очень маленькие и слабые. Ну-ка попробуйте увеличить ее размер. Принцип тот же самый, принцип верный. Если вы вот сюда их поставите, они будут мешать работать суставы. Ну, смотрите, если бы в этом месте такую полную бабушку поставили, сможет ли при этом рука согнуться. Ну, если бы вот сюда вот положили, что-то, ну, видите, уже, да. Так что вот так не будет. Подумайте, как. Во-во-во-во-во-во-во-во. Именно так. Вот так. Мости тоже поправила рычага работы или так. Два варианта вчера. Первый вариант использования рычага. При уменьшении перемещения увеличивается сила. У нас весь скелет ровно на обратном принципе. С проигрышем в силе, но с выигрышем в перемещении. Допустим, я вот так вот рукой поднимаю груз 10 кг. Взял гирю и вот такой поднимаю. Догадайтесь в двух раз. Такое усилие должен развить мой дицепс. Вот эта вот мышца, которая как раз и вызывает, а расчет на самом деле очень простой. Вот в этой точке действует сила, я здесь держу груз. И эта сила направлена вниз к центру земли. Где будет сила, которая будет вверх стянуть предплечье? Вот эта точка приложения. Сухожилия, перераскопы, это будет. Вот здесь сила, которая тянет вверх. Это сила сокращения мышц. Для того, чтобы разобраться в соотношении сил, надо сделать почки. Проводим горизонталь. Вот точка вращения. В этом месте будет вращаться система. Вот это расстояние спроецируем точку приложения силы на почки. Получили расстояние, которое будет называться первое плечо. Спроецируем приложение второй силы на ощупь. Расстояние, которое будет называться второе плечо. Какое плечо будет? Второе. Второе больше. Во сколько раз? На нашей схеме, давайте слушаем. Примерно в пять раз. А это значит, что в пять раз больше надо развить усилия. Вот здесь 50 кг, потому что поднять 10. Но зато, смотрите, какой выигрыш. Если вот это сухожилие уйдет вверх всего на чуть-чуть, вот на сколько. Вот совсем немножечко, скажем, что уйдет. Рука на сколько уйдет вверх? Немного. Значит, конструкция нашего тела проигрывает силы, выигрывает перемещение. Поэтому реальная, настоящая сила наших мышц очень легкая. Очень легкая. Она многократно уменьшается за счет конструкции скелетов. Но за счет такой конструкции мы имеем возможность совершать амплитудное движение. Потому что иначе бы у вас рука там перемещалась вот на сколько. Что не до что. А такой вопрос. А как она разогнется, если вы один раз? Отличный вопрос. Тем более, что возникает, вот сейчас мы с биохимией сокращением, мы с постараемся, возникает абсолютно непроходимая проблема. Каждая мышечная клетка, из которой наша скелетная мускулатура построена, на самом деле это супер гигантно. Обычная клетка человека рядом с ней вот так вот выглядит. Клетка полжа, клетка стенок кровяного сосуда и так далее. Вот. Мышечная клетка из скелетной мускулатуры. Поэтому хватит ли одного гидра для того, чтобы управлять этим безобразием? Нет. Она многоядерная. Это микроскоп, но хорошо видны. Многочисленная темная точка, как и ядра. Итак, многоядерная первая ошибка. Если у вас толковый микроскоп, если вы внимательны, то через некоторое время вы обратите внимание вот на что. Видны какие-то вот такие параллельные трехи, идущие поперек этой клетки по всей длине. Но по всей длине вне линии сажаются. Поэтому клетки такого типа называются поперечно-полосатыми. Скелетная мускулатура относится к поперечно-полосатому типу. Ну а вот здесь на концах каждая клетка прикреплена уже в систему, которая будет привязывать мышцу к скелетам, к сухожилиям. И каким-то образом надо заставить эту систему работать, развивать физическую усилия. Смотрим. Основу этой клетки составляют два разных типа моторных блоков. Первый называется актим. Моя актима в норме сворачивается вот по кругу. Небольшая глобла актима. Для простоты будем просто вывышать. Но дело в том, что отдельная глобла связывается друг с другом цепочкой. Вот такая длинная-длинная цепочка, стоящая в глоблах. Биохимия и пистология будет называться филомен. Актимовый филомен. И у всех актимовую группу, вот здесь, с этой стороны, есть полярные связи. Плюс-минус, плюс-минус. У каждого такого клобка, вот здесь вот полярные связи. Второй тип белка называется миозин. Тоже глоблярный белочек, а тактимы чем отличаются. Одна из петель, вот так вот, вырезала далеко в сторону. Часто такую петлю называют ногой миозиновой. Нога. Отлично. Миозиновая глобла тоже объединяется в филоменках. Получается так. А на конце ноги, вот здесь, тоже учат полярные связи. На конце ноги тоже у нас полярные связи. А здесь смотрим, что получается. Вот он пошел у меня из земли, если возьмем. Ну и дальше. Понятно, что поскольку связи в земле дополнительные, вот в этих местах возникли водородные связи. Согласны? Конец ноги зацепился за активную плаву. При этом водородные связи сильные или слабые связи? Мы с вами говорили, это слабое. Раз в два слабее кавалерия. А дальше, если вот в этом месте вытянется энергию, разложить молекулу АТР, то молекулу миозина изменит конформацию. Как? А у нее нога вот так выкинется. При изменении конформации перестраивается кавалентная связи. А это мощная связь. Прочная. Что будет с вот этой водородной связи? Полярца. Так, что полярца. Но после того, как информация изменилась, вот так, смотрите, нога оказалась теперь подыгла кулаком. Здесь теперь возникнет здоровая связь. Возникнет. А теперь энергию выделили здесь. Понятно, что этот кулакок вытянул ногу и зацепился за это. Но, скажите, одной порции энергии хватит ли на долговременное поддержание измененных информаций? Нет. Как только это воздействие исчерпало себя, что произойдет с конформацией ноги? Она вернется. Вернется к прежнему. Что будет с молекулом? Подтянуться. Обратите внимание, вот стояла молекул. Значит, далее энергию изменилась конформация. Зацепила за следующий кулакок. Увеличение. Энергия кончилась, восстановила информацию. Конформация, извините. Далее энергию зацепила за следующий кулакок. Энергия кончилась, восстановила информацию. Далее энергия кончилась. Далее энергия кончилась. Далее энергия кончилась. Что делают молекулы магазина и молекулы актина? Ползут друг по другу, шагают. Какая-нибудь из них при этом сокращается. Становится ли короче миозиновый филамент или актиковый филамент? Нет. А суммарная длина бачки, если мы вот так померим длину кольца? Как будет меняться? Уменьшится. Уменьшится. То есть если эта молекула поехала вот сюда, то суммарная длина бачки увеличится? Смотря как. Володя, подойди к доске, покажите как. Чтобы суммарная длина бачки увеличилась. Чтобы увеличился, чтобы вот так. А они в какую сторону идут? Они в сторону сюда. Но иначе надо с тобой дальше, далеко-далеко оттуда. Ага. Дальше далеко-далеко вот так не выйдет. Так что при работе актомиозиновой бачки, во-первых, первое условие, она всегда работает только с затратой энергии. А во-вторых, что будет происходить с суммарной длиной бачкой? Уменьшается. Уменьшается. Вся клетка заполнена актомиозиновыми бачками. Если мы заставляем их всех работать, что будет с длиной клетки? Уменьшается. Уменьшается. Отлично. При этом, если я взял эту клетку вот так вот, вертикально подвесил, подвесил к ней грузик, подвесил грузик и заставил все бачки клетки работать, что сделает клетка с грузиком? Подвесил, 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 за счет чего? А здесь все молекулы миозина поехали вверх. Все поехали на сокращение. Мина уменьшилась. Но фокус состоит в том, что в природе не существует обратной реакции. То есть в эту сторону миозин пройти может, а вот обратно вернуться не может. А исходя из этого, все мышцы у нас должны быть одноразовые. То есть при рождении вы согнули палец, и он, как у вас, на всю жизнь должен остаться согнутым. Как он выходить из того, что... Обратно вернуться. Даже три разных выхода из ситуации. Но вы называете самую страненной, самую правильной. Ну, по отношению к родственникам. Вот у нас была модель с рукой человека, да? Вот так вот мы подводили мышцу сгибателя предплечья. Кстати, точка кривения мышц и кости на медицинской терминологии будет называться голова. Церкус. Сколько голов у этой мышцы? У мышцы сгибателя. Сколько это? Две. Би. Бицепс. Бицепс. Мышца сгибателя предплечья, превратившая предплечья. Называется бицепс. Внимание! Кто может подойти и нарисовать положение мышцы, которое может разгибать? Давайте воротим. Вот вам желтенький, берите желтенький. Совершенно право. Но при таком положении, что у вас будет с тринем вот в этой точке? Представьте себе. Вы натягиваете веревку, которая должна пролезнуться вокруг стажа. Так вот, когда еще поднимет. Ой, тринь еще взрыв. Слушай. Ни в коем случае. Нет, решение другое. У вас от этой кости уходит отросток вот сюда. За точку вращения. А, это сюда. Именно так вот, на точку вращения. Мышцы крепятся вот сюда, как макрой. Ну, за костюм. Согните руку вот так вот здесь. Что у вас вот здесь? Вот это. Косточка. Это локтевой отросток. Вот как раз этот отросток, которому прикреплено подвижное спожилие от трехглавой мышцы плеча. У этой мышцы три голубых. Три. Три. Мышца разгибателя. Трехглавая мышца плеча. Хорошо. Ну, я вам говорил, что кроме того, кстати, знает, как называется вот такая пара мышц, которые работают в противоположных направлениях. Допустим, сгибатель или разгибатель. Антагонисты. И вот этот принцип противоположного воздействия на сустав будет называться принципом антагонизма. Если есть мышцы, совершающие одно действие, то почти наверняка есть мышцы, которые будут совершать противоположные действия. Но есть еще два других способа, которые позволяют обходиться к необходимости без антагонистов. Догадайтесь в двух раз. Какая мышца в течение всего вашего возрастования не имеет права отдохнуть, не имеет права расслабить? Антагония глаз. Имеется тут скелетная мышца, а не мышца внутренних окнах. Мышца сердца отдыхает, завалит сколько времени. Но очень хитро может. Внутри каждого цеплята есть мышца, которая закрывает нижнюю челюсть. Если эта мышца расслабится, что будет с вами? Челюсть отпадет. Понятно? Как это отпадет? Под действием силы тяжести. Какое положение должна занять ваша нижняя челюсть? Это понятно? Более челюсти, что ли? Не больно? Более челюсти. Почему вы веете челюсти? Вы будете просто сидеть с открытым холмом? Или идти по улице с открытым холмом? Никакого веете челюсти. Поэтому отдохнуть нижней челюсти, всегда, пока вы водствоваете, поддерживает состояние тонуса, он немножко сокращается. Когда вы водствоваете? Ну, правда, он не изо всех всего сокращен. Как он сокращается изо всех всего? Когда мы сжимаем. Когда вы кусаетесь. Ну, я надеюсь, что вы все-таки не друг другу кусаете, а там, я не знаю, кусок, там, я не знаю, хлеба, отбивной, мороженого. А если вот так не поддерживать? А, вот так поддерживать тоже хорошо. По идее, достаточно иногда бывает воздействовать силу тяжести. Вот, если мы ставим мышцу, которая умеет открывать, точнее, умеет закрывать челюсть, да? То при открытии достаточно расслабить и под действием силу тяжести, руку вас откроют. Все было чудесно, если вы всегда стояли вертикально. А в этом случае попробуйте встать на уши и открыть рот. У вас что-нибудь выяснилось? Конечно. Вот, если бы не было мышцы, противодействующей от доктора, тогда бы в этом положении ничего бы у вас не было. Потому что здесь, конечно, своя пара противодействующих есть. Другой вариант – силу упругости. Силу упругости может использоваться как противодействующая для мышечной работы. Типичный пример – наше доходное движение. Скажите, пожалуйста, если у вас уже в какой-то форме геометрия началась, кратчайшее расстояние между двумя точками? Отрезок прибыл. Это понятно? Да. Отлично. Тот же человек. В нашем теле вот так находится внутренняя полость, в которой расположены внутренние окна. Ну, биологически драматное название этой полости – силуум. У нас с вами, как и у всех многопитающих, силуум разделен на два этажа. Мышца диапрагма, которая как купол поднимается вверх, поднимается она высоко. Мышца диапрагма превросла к около сердечной сумки, перестажной. Верхний сектор полости тела будет называться грудная полость, в нижний сектор – брюшна полость. В грудной полости, кроме сердца, на грудь слюзки. При дыхании, как положено, если сравнивать давление внутри легкого и во внешней среде, в ходе дыхания, давление внутри легкого становится выше, чем в окружающей среде, равно окружающей среде или ниже. Ниже. Воздух всегда идет из зоны высокого давления к зону низкого давления. Поэтому, пока идет вдох, надо здесь, в грудной полости, поддерживать низкое давление. Как это делает наше тело? Думаю, во-первых, разлетает ребра, вот так, увеличили объем грудной полости, давление в него упало. И вот, вот пошел. Есть второй метод. Сократить геофрагму. Обратите внимание, геофрагма вот здесь приросла к стенкам тела. Мышцы геофрагмальные идут от вершины, вот сюда, они расходятся. Порвется. Отлично. Как изменится форма геофрагмы при ее сокращении? Что с ней будет? Если она сократилась совсем, самое короткое расстояние между двумя точками, еще раз, что? Прямая. Прямая. Вот, вот полностью сокращенная геофрагма. Вот одна точка крепления, вот другая. Вот полностью сокращенная геофрагма. Вот это полностью расходная. Частично сокращенная геофрагма. Какое положение будет? Понятно, что вот такое? Вот это сильнее сократили геофрагмы. Вот это еще сильнее. То есть при сокращении геофрагма становится плоской. При расслаблении поднимает все вверх. Отлично. Это брюшное, брюшное вентиляционное. Давайте подумаем о том, когда геофрагма пошла вниз. У вас начинается вдох или выдох? Вдох. Вдох. Конечно, объем грудной полости падает, давление, извините, объем возрастает, давление падает, вверх и втягивает вон. Хорошо. А что будет с давлением грешной полости? Я правильно услышу? Что с давлением грешной полости? Увеличивается. Конечно, увеличивается. Вы сжали органы грешной полости. Теперь вопрос. А как геофрагму вернуть вверх? Расслаблен. Если я ее просто расслаблю, но она так и останется, наверное, таким расслабленным пленом, лежащим на этом воздухе. Или не останется? Это давление. Разумеется, мы же здесь подняли давление. В результате разница давления. Здесь давление низкое, здесь давление большое. Что сделает разница давления с формы диапазона? Обратный номер. Обратный номер. Мы используем глупость внутреннюю форму для того, чтобы совершить обратное движение. Идея. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...